Глава 5. Миг единства В поисках союзников Всеволод, ставший великим князем, на короткое время объединил под своей властью большую часть Руси, посадив сыновей в удельных городах. Византийские симпатии Всеволода угасали, и это неудивительно. Во второй половине XI века Византия почти потеряла Малую Азию. Хозяйство империи было разрушено бездарным правлением императрицы Зои и внутренней смутой, устроенной Романом Диогеном в 1068-1071 годах. Относительный порядок в Византии начал устанавливаться лишь после 1081 года, когда Василевсом стал Алексей Камнин. А до того киевский князь просто не мог рассчитывать на поддержку слабеющей византийской державы. В поисках союзника Всеволод, как и его старший брат, начал обращать взоры на Запад. Но Западная Европа тогда являла собой неутешительную картину. Христианский мир переживал пассионарную депрессию акматической фазы. Пассионарность западноевропейцев активно смещалась к границам суперэтнического ареала. Германские феодалы начали захватывать пограничные славянские земли и превращать славян в бесправных сервов крепостных. Западные славяне, жившие по Эльбе, сопротивлялись немецкому давлению всеми силами, но силы были неравны. Ужас положения славян состоял в том, что, не принадлежа к христианскому миру, они были для немцев не просто чужими. Людей другого суперэтноса завоеватели рассматривали лишь как часть природы покоренной страны со всеми вытекающими отсюда последствиями. Разумеется, и собственных христиан немецкие бароны притесняли достаточно сильно. Но характер этого притеснения был иной. Когда, к примеру, саксонский герцог, став императором Священной Римской империи, наказывал своих саксов, то в них он видел людей, от которых просто требовал некоторой повинности. С бургундами, франконцами, баварцами герцог обходился уже гораздо более жестоко, а со славянами или арабами или венграми поступал абсолютно бесчеловечно. Кроме того, все феодалы средневековой Европы делились на две основные партии. Одну партию возглавляла церковь, сама претендовавшая на десятину и на верховный авторитет в делах управления. Сторонники этой партии в XII-XIII веках получили итальянское название Гвельфы по имени Вельфов, герцогов Саксонии и Баварии, боровшихся против императорской династии Гогенштауфенов. Приверженцы же императоров звались Геббелинами. Формально и те, и другие считали себя католиками, а фактическое отношение к религии никого не волновало. Различие Гвельфов и Геббелинов заключалось не в религиозных воззрениях, различались их программы устройства жизни. Гвельфы, естественно, опирались на авторитет римской курии и священников, Геббелины формировали свой интеллектуальный фонд из юристов, прежде всего Болонского университета, которые обосновывали тезис о превосходстве власти императора над властью папы. Разным было также мироощущение Гвельфов и Геббелинов, выражавшиеся в их отношении к природе. Дело в том, что ряды Гвельфов пополнялись людьми, жившими на своих природных землях и приспособившимися к вмещающему ландшафту. Поэтому к родной природе они относились вполне благожелательно. Большинство же Геббелинов состояло из весьма пассионарных феодалов, искавших славы, побед, завоеваний в далеких землях, где они жили за счет покоренного населения. И люди, и природа оставались для них чужими, а своим становилось стремление получить, возможно, больший доход. И потому в восприятии Геббелинами окружающего преобладало мироотрицание. Негативное мироощущение Геббелинов не замедлило проявиться в экстремальной ситуации. Борьба пап и императоров достигла своего апогея в конце 70-х годов XI века, при противостоянии папы Григория VII и императора Генриха IV из Франконтской династии. Поскольку папа оставался главой церкви, среди феодалов начали широко распространяться антисистемные культы, противоположные церковному, например, поклонение сатане. Не представлял исключения и сам император, состоявший в секте Николаитов. Николаиты – одна из многочисленных антисистемных сект Средневековья, следовавшая сатанинскому культу. Хотя отправляемый культ считался тайным, о служении черных мес знали многие, причем шока это у западноевропейцев не вызывало. Именно с императором Генрихом IV заключил союз киевский князь Всеволод, примкнув таким образом к европейской партии гибелинов. Союз был дополнен династическим браком императора с дочерью великого князя Евпроксии Всеволодовны. Так русская княжна стала немецкой императрицей Адельгейдой. Генрих был человеком без предрассудков и привлек к участию в черных месцах свою жену, дабы на ее голом теле служить кощунственной обедни. Однако то, что немкам, бургундкам или итальянкам казалось очень лестным, у русской женщины вызвало отращение. Жена бежала от мужа к его противнице, графине Матильде. Матильда переправила ее в Рим, папа принял Евпроксию и, дав ей отпущение вынужденного греха, отправил несчастную обратно на Русь. Княжна, вернувшись в дом отца и имея все возможности устроить свою жизнь, пошла в монастырь около Чернигово, где и закончила свои дни. Вероятно, ее впечатления оказались настолько омерзительны, что жизнь потеряла смысл. Вот вам пример разницы между поведением западноевропейцев и русских. Итак, попытка сближения с Западом оказалась для Всеволода неудачной. Борьба про-греческих и про-западных настроений распространилась и на русскую церковь. Грекам к Византии тяготели иерархии церкви, группировавшиеся вокруг митрополита, которым обычно был грек. Им противостояли русские клирики, опиравшиеся на монашество Киева-Печерской лавры. Не было единства на Руси и в отношении к степным соседям. С киевской державой граничили два кочевых народа – торки, гузы и половцы, смертельно враждовавшие между собой. Избиравшие себе союзниками торков, как это делали в XII веке волынские и киевские князья, сразу становились противниками половцев. Соответственно, те, кто опирался на половцев, как впоследствии черниговские Ольговичи, становились врагами торков. Ситуация была сверхсложная. Севолод, не видя возможности навести порядок в удельных землях, передал инициативу и фактическую власть своему сыну, княжевшему в Чернигме, Владимиру Мономаху. Сам же великий князь, испытав на склоне лет печали большие, и скончался в 1093 году. Беспринципность После смерти великого князя Всеволода, согласно лествичному порядку престола наследия, на киевское великое княжение взошел святополк II Зиславич, сын старшего из Ярославичей, княжевший до того в небольшом городе Турове. Сын же покойного Всеволода, Владимир Мономах, изгнанный из Чернигово Олегом, сел в Переиславле. Положение великого князя святополка оказалось нелегким. Политическая линия его отца была малопопулярна и в Киеве, и во всей Руси. Переговоры Зислава Ярославича с Папой Римским были неприятны и неприемлемы для большинства православных русских второй половины XI века. Став великим князем, святополк не повторял подобных попыток и постарался сменить свое окружение. Как когда-то Всеволод отверг дружину свою старшую, святополк также приблизил к себе совершенно новых людей. Летописец зовет их «унами», то есть юными, но обозначает так не возрастное, а поведенческое отличие. Вместо старшей дружины, то есть соратников и друзей Ярославичей, у Киевского престола собрались новые люди. Они были надежными помощниками великого князя, но при условии, что их служба хорошо оплачивалась. С подвижниками святополка становились уже не бескорыстные родители русской земли, но хитрые, алчные и часто совершенно бессовестные придворные. Чтобы уверенно опираться на них великому князю, требовались немалые деньги. И святополк пошел на нехитрую операцию. Он пригласил из Германии евреев-ростовщиков. Ростовщики получили право жительства в Киеве, возможность построить синагогу и свободу в финансовых операциях. Прибывшие с Запада в Киев евреи, благодаря своему опыту и сплоченности, быстро отняли у непривычных к ростовщичеству киевлян большую часть клиентуры. Однако ростовщики-евреи не ограничились этой деятельностью. Сужая великому князю деньги, они требовали для себя возможности максимальной наживы. Наиболее выгодным коммерческим предприятием в то время была торговля рабами. Естественно, что кредиторы подталкивали святополка к военным походам, целью которых был захват пленников, служивших платой великого князя ростовщикам. Противостоять зависимой политике князя могли бы святославичи, но ведь они сидели в Чернигове. И поскольку киевляне не хотели черниговцев, шансов у святославичей не было никаких. Сын Всеволода, Владимир Мономах, сидел у себя в Переиславле и не мог покуситься на права старшего брата, а должен был исполнять его волю, поскольку заключил с ним политический союз. Святополк решил развязать войну, а воевать ради невольников киевский князь мог только с половцами. Надо сказать, что половцы были лишены той маневренности, которую традиционно приписывают кочевникам. Как и все степняки, они занимались скотоводством. Но для зим южно-русских степей характерны обильные снегопады, когда толщина снегового покрова порой превышает 40 см. В таких условиях скот не может питаться подножным кормом. И в снежную пору половцы поневоле оказывались прикованными к местам зимовок, а летом к сенокосам. Даже при хорошо подготовленных зимовках половецкий скот сильно тащал. Особенно страдали ездовые и кони, а значит и военная мощь этого племенного союза. После нескольких неудачных сражений, Святополк II, а с ним Владимир Мономах и старший брат уже известного нам Олега Святославича Давыд, начали нападать на становища половцев, стремясь перенести тяжесть военных действий в половецкую степь. Половцам пришлось защищать зимовье, где находились их женщины и дети. Воловью упряжки с семьями и утварью кочевников, двигавшиеся со скоростью около 4 км в час, не могли уйти от русской конницы. Половцы поневоле принимали навязываемые им сражения. Очевидно, что отнюдь не степняки представляли на рубеже XI-XII веков основную опасность для Киевской Руси. В это время обозначило себя явление более грозное – падение нравов, отказ от традиционной русской этики и морали. В 1097 году в Любиче состоялся княжеский съезд, положивший начало новой политической форме существования страны. Там было решено, что каждый додержит отчину свою. Таким образом, Русь начала превращаться в конфедерацию независимых государств. Князья поклялись нерушимо соблюдать провозглашенные и в том целовали крест. Но только съезд окончился, один из князей, Давыд Игоревич, схватил с разрешения святополка II на Киевской земле князя Василька Теребовльского и велел его ослепить. Ни о чем подобном до тех пор на Руси не слыхивали. Инцидент возмутил всех, но, тем не менее, святополк остался великим князем, а Давыда лишь в 1100 году сослали княжить в Бужск. А что же православная церковь? Она, разумеется, осудила эту акцию с христианских позиций, но не более того. Ведь и в церкви единства не было. Как мы помним, византийцы, метрополичьи и окружение, враждовали с монашеской общиной Киево-Печерской лавры. Вот пример, иллюстрирующий сложность отношений церковных партий великого князя и его западных друзей. В Киево-Печерском Потерике есть рассказ о печерском иноке Евстратии, проданном в Крыму торговцу-иудею. Тот требовал от инока отречения от Христа, мучил его и, не сломив голодом, привыкшего к постам Евстратия, распял монаха. Монах погиб. Слух о случившемся прошел по всему Крыму и достиг Константинополя. Император Византии Алексей Камнин преступления не прощал, шутить не любил и уничтожил еврейскую общину в Крыму. Лаврское братье, несомненно, не пребывало в неведении относительно обращения еврейского торговца с монахом их собственного монастыря, и, тем не менее, это не мешало братьям иметь с еврейскими ростовщиками одного покровителя – князя Святополка Второго. Не случайно в повести временных лет, созданной Нестором в Лавре, многие недостойные качества Святополка оказались старательно затушеваны летописом в угоду покровителю монастыря. Свои претензии к Святополку первый историк земли русской выразил крайне сдержанно, указав лишь, что Святополк отнял у монахов соляные промыслы, одно из выгодных предприятий для XI-XII веков, хотя монахи не раз страдали из-за политики Святополка. Тот же Нестор сообщает, что в мае 1096 года половецкий хан Боняк, союзник черниковских князей и противник Святополка, совершил набег на Киев. Половцы захватили Киево-Печерскую Лавру, грабили и убивали монахов. Взятые на Руси полон степняки, как обычно, отвели в Крым и продали местным купцам-работорговцам. Легко понять, что политика, проводимая Святополком II, была далека от стратегических, политических, экономических и культурных интересов Руси. Война с Половцами велась из-за стремления захватить как можно больше пленников и продать их на невольничьих рынках. Естественно, что киевляне были крайне недовольны политикой Святополка, но у него была достаточно сильная дружина, и в ней командовали уныи. Восставать в таких условиях горожанам было слишком рискованно. Но все люди смертны. В 1113 году Святополк умер, и тогда прорвались народные страсти. Были разграблены дома многих бояр, двор Тысяцкого путяты и лавки евреев-ростовщиков. Так произошел первый в Киеве еврейский погром. Киевляне расправлялись с еврейскими купцами и их сторонниками, действуя с истинно народным размахом. Не все в городе одобряли стихи, на начавшиеся действия киевлян. Богатые бояре понимали, что аппетит приходит во время еды, а значит, это безобразие может коснуться и их. Поэтому они послали депутацию во главе с митрополитом к Владимиру Мономаху, правителю сильному и достаточно популярному в народе. Отец и сын Владимир явился с небольшим отрядом, киевляне не оказали ему никакого сопротивления, а наоборот признали великим киевским князем. Мономах потребовал прекратить истребление евреев, обещав киевлянам, что князья решат вопрос о еврейской общине. И на княжеском съезде в Выдобиче этот вопрос был решен. Владимир Мономах заявил, что конфисковывать еврейское имущество, хотя и нажитое неправедным путем, он не будет. Евреи сохранили право на все, приобретенное имя на Руси. Но им отказали в праве на жительство, а тайно приезжавшие лишались покровительства закона. Всем евреям предлагалось немедленно выехать туда, откуда они явились, для чего им был выделен необходимый конвой. После событий 1113 года западничество на Руси исчезло до XIII века, и в дальнейшем боролись лишь две партии – провизантийская и русская. Не менее эффективно решил Мономах и половецкую проблему. Русские рати, проигрывая отдельные стычки, легко выиграли войну со столь немобильным противником. Решающий поход в 1111 году был общерусским. На Донце кочевники были разбиты, а в 1116 году сын Владимира Мономаха Ярополк разгромил половецкие вежи и на Дону. В 1120 году тот же Ярополк уже не нашел половцев на Дону, кочевники ушли вглубь степи. В итоге этих походов западные кочевья между Доном и Карпатами были приведены к покорности. Половцы, жившие на этой территории, вошли в состав Руси на началах автономии и, будучи некрещенными, стали называться «свои поганые». От латинского «паганус язычник». В противоположности, половцы, жившие за Доном на Волге и Кубани, именовались «дикими». Дикие половцы обыкновенно выступали союзниками Ростова-Сузральских князей, тогда как их степные враги, жившие на южной границе Волыни, торки, поддерживали князей волынских и киевских. Итак, Владимир Мономах за годы своего великого княжения 1113-1125 годы решил обе проблемы, половецкую и еврейскую, установив на Руси относительный порядок. Он оставил в наследство своему сыну, Мстиславу Великому, вступившему после него на престол, только проблему Полоцкого княжества. И Мстислав, будучи, подобно своему отцу, талантливым человеком, захватил Полоцк, полоцких князей выслал в Византию, а территорию княжества присоединил к русской земле. Это был период, когда вся Русь, то есть все восточное славянство, была объединена. Мстислав Великий, хотя и княжевший очень недолго, 1125-1132 годы, пользовался таким уважением, что был канонизирован русской православной церквью. Начало конца После смерти Мстислава Киевская держава стала быстро, спонтанно распадаться. Первым отпал Полоцк, куда в год смерти Мстислава Великого прибыли из Византии полоцкие князья, они были приняты за гражданами, и Полоцк вернулся к самостоятельности. Затем в 1135 году отделился Новгород. Новгородская республика перестала посылать деньги в Киев. В Киеве некоторое время, до 1139 года, правил брат Мстислава Ярополк. Он умер, оставив престол брату Вячеславу. И тут в судьбу киевского великокняжеского стола вмешался Чернигов. Сын Олегов Севолод напал на Киев, выгнал Вячеслава и сел на киевский престол, объявив себя великим князем. Против него выступила ведь Мономашичей, которых поддерживала Волынь. Изяслав, племянник Вячеслава, пытался вернуть Киев потомству Мономаха, но Севолод, князь крутой, умный и жестокий, держался на великом княжении вплоть до своей смерти, 1146 год. Менее удачлив оказался его брат Игорь, человек на редкость неталантливый. Меньше чем за месяц своего правления он сумел настроить против себя киевлян. И когда Изяслав Мстиславич, внук Мономаха, явился с Волыни с отрядом торков, киевское ополчение покинуло князя Игоря. Потерпев поражение под стенами столицы, он пытался бежать, но его конь увяз в болоте около речки Лыбить. Игоря схватили и заточили в поруб, где он сидел до тех пор, пока третий брат, Святослав Ольгович, не собрал в Чернигове силы для освобождения свергнутого Игоря, подстригшегося в заключении в Монахе. Но ненависть киевлян, видевших в Игоре своего врага, была опасна и монаху. Изяслав послал дружину вывезти Игоря из поруба и отвезти в храм Святой Софии, где бы святость места охраняла его. Собор пользовался правом убежищем. Но киевляне на соборной площади отбили его у стражников и растоптали ногами, а труп бросили здесь же без погребения. 1147 год. Началась упорная война между Черниговским и Киевским княжествами. В это время отделилась и стала фактически самостоятельной Ростово-Суздальская земля, где правил сын Мономаха Юрий Долгорукий, законный глава старшей линии Мономашичи. Иезяслав же, любезный киевлянам, относился к младшей линии Мономашичи. Перечислять все бесконечные столкновения, пожалуй, не имеет смысла. Достаточно отметить то, что Долгорукий умер от яда 1157 год. Его сын Андрей Юрьевич Боголюбский, живший в селе Боголюбове, откуда и прозвище, унаследовал Ростово-Суздальское княжество отца. Как видим, дети Мономаха схлестнулись с его внуками не на жизнь, а на смерть. Борьба Ростово-Суздальских князей Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского с Волынскими князьями Иезяславом Мстиславичем, Мстиславом и Романом за киевский стол конечно, была борьбой дядьёв с племянниками, но рассматривать её как семейную ссору неправильно. Действительно, в соответствии с этикетом того времени летописцы писали «Князь пошёл», «Князь решил», «Князь свершил», независимо от того, был ли князем 6 лет, 33 года или шёл восьмой десяток. Очевидно, что так быть не могло. Как уже говорилось, боролись между собой стоявшие за князьями военно-политические группировки, выражавшие интересы тех или иных земель, распадавшегося русского государства. Процесс этот, начало которому исподволь положили решение Любического съезда князей 1097 год, через 70 лет стал необратимым, и киевская держава к началу 13 века разделилась на несколько независимых государств. Окончательно обособились северо-восточная Русь и юго-западные земли Волынь, Киевщина и Галиция. Самостоятельным государством стало Черниговское княжество, где правили Ольговичи и Давыдовичи. Выделились и Смоленск, и Турово-Пинская земля. Обрёл полную независимость Новгород. А половцам, завоёванным и подчинённым, даже не пришлось нарушать своих обязательств, они сохраняли автономию, на которую русские князья и не думали покушаться. Государственный распад Руси отражал происходивший распад этнической системы, хотя во всех княжествах жили по-прежнему русские, и все они оставались православными. Чувство этнического единства между ними разрушалось. Ярким примером утраты этнической комплементарности стал поступок князя Андрея Боголюбского. В 1169 году, захватив Киев, Андрей отдал город на трёхдневное разграбление своим ратникам. До того момента на Руси было принято поступать подобным образом лишь с чужеземными городами. На русские города ни при каких междоусобицах подобная практика никогда не распространялась. Приказ Андрея Боголюбского показывает, что для него и его дружины в 1169 году Киев был столь же чужим, как какой-нибудь немецкий или польский замок. Следовательно, в конце 12 века Древняя Русь вступила в новую фазу этногенеза – абскурацию. Пассионарность Руси неуклонно снижалась, и потому разнообразие ландшафтов, традиций и вариаций поведения вело к торжеству центробежных тенденций. В силу этого обстоятельства и оказалась Русь разорванной на отдельные княжества и уделы, которым в этническом смысле соответствовали различные этносы и субэтносы. Последние были крайне разнообразны. Так, в Смоленской земле имелось около десятка уделов. То же самое наблюдалось на территории Ростова-Суздальского и Черниговского княжеств. В Галецкой земле даже сохранилась область, в которой правили не рюриковичи, а потомки древних славянских вождей – болоховские князья. Языческие, балтские и угрофинские племена – Ятвяги, Литва, Жмудь, Эсты, Мордва, Черемин, Зыряне, Заволодская и Чуть по-прежнему оставались за пределами Руси. Такое она и вступила в 13-е столетие, век своей трагической гибели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok